Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня мы будем говорить о Волжском торговом пути. Что это такое? Мы часто вспоминаем про путь из варяг в Греки. Но это, конечно, очень важный путь, вокруг которого во многом образовалось русское государство. Но это всего лишь один из многочисленных маршрутов, которые проходили по Восточной Европе и которые играли важнейшую роль в формировании всего этого региона в целом. И вот сегодня мы, собственно, будем рассматривать такое ответвление, то, что иногда называется путем из варяг в арабы, то есть Волжский торговый путь. Сегодня к нам присоединяется для этого старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории и материальной культуры Иран, кандидат исторических наук Вячеслав Сергеевич Кулешов. Добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с краткой характеристики. Что такое Волжский торговый путь, когда он существовал и какую роль сыграл в истории этой части Айкумены? Да. Значит, тот термин, который звучит как Волжский торговый путь, это одна из многочисленных метафор, употребляемых историками и археологами, для того, чтобы в кратких, емких словах поместить большое и очень разветвленное содержание. К таким терминам, например, относятся широко известный «шелковый путь» или тоже очень известный еще с летописных времен, с 11 века термин «путь из варяг в греки». Но содержание, которое вкладывают историки в такие термины, оно всегда шире, чем то содержание, которое можно редуцировать к каким-то очень узким формулам. Поскольку все такие термины включают в себя, во-первых, широкую хронологию, широкую географию и всегда обрастают новыми смыслами, которые проистекают из всего объема данных, накапливающихся каждый год в связи с археологическими раскопками, в связи с новыми интерпретациями письменных памятников. И таким образом мы получаем все более и более полное понимание этих феноменов. Во второй половине первого тысячелетия нашей эры вся Айкумена Евразии была пронизана сетями торгового взаимодействия обществ таким образом, что формировалась система, которая получила в современной экономике система дальнемагистральной торговли. Все входившие в взаимодействие государства от Таннского Китая до Испании и французского государства Каролингов так или иначе входили в эту систему глобального взаимодействия между Западом и Востоком, Севером и Югом. И на территории Восточной Европы особенно активно в X веке сформировалась система взаимодействия между Севером, Скандинавией, лесной зоной Восточной Европы и Югом Западной Евразии, Средней Азией и Арабским Халифатом, которую нанизал на себя вот этот вот Волжский путь, который представляет собой речную астерию связи между Балтийским бассейном и бассейном Каспийского моря, которая открывала все пути в центры арабского мира. И одним из его сухопутных ответвлений был сухопутный караванный маршрут между Хорезмом и территорией Среднего Поволжья. Так вот, классический Волжский торговый путь, который мы знаем по памятникам X века, письменным на арабском языке и обильным археологическим памятником, сформировался как двухчастный маршрут, так называемая двухчастная эстафетная торговля, в которую входил морской речной пути между Балтикой и Волгой, с одной стороны, и сухопутные пути между Хорезмом, то есть Средней Азией, и Среднеположием, то есть территорией современного Таштана. Именно в этом ракурсе мы встречаем этот маршрут в базовом письменном источнике, который стал для всей мировой науки окном в мир Волжского пути, который называется «Книга Ахмада им. Фадлана». Правильно ли я понимаю, что в данном случае мы рассматриваем Волжский путь как, ну, такой, он не до конца Волги доходит, то есть мы доходим до Средней Волги, а дальше уже сухопутка начинается туда, в сторону Хорезма и... Но в целом Волжский путь, он был разнообразным, да, то есть, в принципе, ходили какие-то речные караваны и туда на юг совсем уже, я имею в виду в Дельту Волги, и плюс еще мы должны учитывать, что еще разное ответвление этого пути, я имею в виду Аку, Каму и вот эти вот все реки, с которых собирались товары, так? Совершенно верно. Совершенно верно. Никакой, значит, никакой архаический путь вот типа Шелкового и Великого Волжского не представлял собой одну линию. Он представлял собой систему линий магистральных и первого и второго порядка, которые, скорее, если мы нанесем их на карту, напоминались современную систему кровеносных сосудов, нежели как одну магистральную артерию. Одна магистральная артерия была, это целое направление между севером и югом Балтика и Средней Азии, Каспийским бассейном, но к нему примыкали все возможные направления, заданные реками Восточной Европы, то есть и Ака, и Кама особенно, и Волга, вплоть до ее низовий тоже, хотя мы не знаем прямых письменных свидетельств о путешествиях именно между Хазарией, Камой и Волгой. У нас письменные источники дают с самого конца IX века и на протяжении X века обязательное наличие караванного сухопутного отрезка, который, судя по тем данным, которые мы и обладаем, и был главным. Путь между, отрезок пути между Средним Поволжьем и Нижним Поволжьем, где тогда располагался центр Хазарского Каганата, тоже совершенно точно активно функционировал, но базовую роль играл именно сухопутный участок между Средним Поволжьем и Хорезмом. Но тем не менее, судя по сообщениям Альмасуди, в начале X века русы приходили, спускались по Волге и грабили все побережи Каспийского моря. То есть, в принципе, этот участок функционировал. Совершенно верно. Дело в том, что поскольку на дворе стояла так называемая эпоха викингов, которая отличалась разнообразием стратегий деятельности этих самых викингов, то торговля была не единственным занятием. Викинские походы, викинские ограбления, которые мы ярко видим в письменных источниках, особенно эпизод 943 года, когда русы спустились по Волге в Каспийское море и дошли до самого южного побережья, вошли в Куру и ограбили столицу тогдашней халифатской провинции Аран-Барда. Этот эпизод – это яркий викинский набег русов на Каспийский бассейн. Но базовым направлением торговли было все-таки не торговля по Каспийским побережьям, а вот именно сухопутный маршрут на Среднюю Азию. Значит, эпоха викингов, еще раз хочу повторить, отличалась от более раннего и более позднего времени одновременно в нескольких отношениях. Это бурное развитие торговых дальномагистральных связей, которая сопровождалась викинскими рейдами на все территории, доступные викингам для продвижения. И ближе к концу эпохи викингов добавилось еще новый модус – это наемничество. Но от начала и до конца эпоха викингов она всегда исследуется как феномен именно экономический. И Волжский путь – это один из базовых компонентов эпохи викингов как на нашей территории Восточной Европы, так и глобально. Поскольку те монетные потоки, которые в рамках Великого Волжского пути сформировались, особенно активно в X веке, они захватили не только Восточную Европу, но и всю Скандинавию, и весь Балтийский бассейн. Мы имеем во всем Балтийском бассейне обилие монетных импортов, связанных с Великим Волжским путем. И вот мы, собственно, подошли к следующему вопросу. Как там в физике, в электродинамике происходит? Должна быть разница потенциалов. Давайте обсудим экономическую составляющую. Что, откуда везли и какие были интересы, которые заставили задвигаться вот эти караваны речные и сухопутные по этому пути? В 8-9-10 веках на территории исламской цивилизации сформировалась одна из тогдашних мировых империй, которая называлась Халифат, с мощнейшей экономикой, включившей в себя все экономики и все территории между Испанией и современной территорией Пакистана и Западной Индии. И вот этот мир продуцировал колоссальное количество экономических благ, в том числе колоссальное количество серебряных монет, в меньшей степени золотых, но серебряные монеты это то, что на всей этой территории обращалось. Это плюс потенциал, плюс, значит, зона. Одновременно с этим в эпоху Викинга сформировалась зона того, что можно назвать серебряным голодом, то есть зона культур, которые не имели ни своего монетного обращения, ни своего серебра, но имели возможность участвовать в магистральной торговле с исламским миром. Это зона Викингского мира на Северной Европе. При этом примерно во второй половине, в середине второй половины восьмого века в этой зоне Викингского мира возникает то, что можно назвать брожение, которое приводит к бурному развитию викингской деятельности торговой. Как на западном крыле Викингского мира, это бассейн Северного моря, так и на Восточном, это бассейн Балтийского моря с выходом на всю территорию Восточной Европы. И во второй половине восьмого века формируются зоны движения торгового между Балтикой и лесной зоной Восточной Европы, которые выходят на пути, ведущие в исламский мир. И во второй половине восьмого, и особенно в девятом веке, эти пути начинают осваиваться викингами Швеции и Готланда, которые вступают во взаимодействие первично с торговыми элитами Хазарии, Хазарского Каганата, огромного государства на Северном Кавказе и в степях Восточной Европы, которая выступает первым таким звеном в передаче торговых благ из территории ислама на территорию Северной Европы. Это так называемая первая фаза, она соответствует так называемой ранней эпохе викингов. Путь, который формируется между Балтикой и Югом, по археологическим и мазматическим находкам, фиксирует как базовую реку Дон, поскольку территория Хазарского Каганата была тесно связана с Доном и всеми территориями Донского бассейна Северного Кавказа и теми территориями лесостепной зоны Восточной Европы, которые примекали к притокам Дона. Это надо отметить, да? То есть на первом этапе вот этот путь, который сложился, он был донской, то есть чуть западнее туда. Да, да, он был донской, мы это знаем по концентрации археологических находок. Ну и кроме того, он, если взглянуть на карту, он является самой короткой зоной коммуникации именно с Хазарием, потому что Хазария на этом этапе была мощнейшим контрагентом. Но уже во второй половине девятого века мы имеем четкие признаки того, что наблюдается возвышение второго по значимости государства, тюркского государства Восточной Европы, которое называется Волжская Булгария. И уже от второй половины девятого века у нас есть писемный источник арабоязычный, который говорит нам, что зоны контактов купцов среднеазиатских с Восточной Европой включали в себя среднее Поволжье. И уже для второй половины девятого века мы формируем наше представление о сухопутном участке между Хорезмом и Волжской Булгарией и Хазарией. И вот со второй половины девятого века мы можем говорить о формировании в качестве базовой магистрали пути на Волгу и возвышении Волжской Булгарии как контрагента сначала номер два и номер один в десятом веке для викингов. К рубежу девятого-десятого века этот контрагент полностью вытесняет Хазарию из сферы торговых коммуникаций по вот этой разветвленной системе. И таким образом Донской отрезок уступает свое значение собственно Волжскому отрезку. И к началу девятого века Волжский... Да, путь перемещается в восточнее и вместо Хазари основной перевалочной базой для арабского серебра и исламского серебра и исламских товаров основную перевалочную базу формирует Волжская Булгария, то есть средняя Поволжье. С этого момента мы можем говорить о том, что великий Волжский путь как мы его реконструируем и знаем, сложился и начал активно функционировать. Десятый век, это так называемый средний этап эпохи викингов, это господство Волжского направления торговли и Волжской Булгарии как основного контрагента связи между викингским миром и исламским. Какие политические события повлияли на изменения вот на этом маршруте? Насколько я понимаю, арабо-хазарские войны задвинули, скажем так, Хазарию в этом пути. Почему с Дона переместилась туда, на Восток, на Волгу? На эту тему идет уже давно, больше полутора веков, обширная дискуссия. Пик могущества Хазарии в том виде, в котором она сформировалась в степях Восточной Европы и на Северном Кавказе, это все-таки 8-й, 1-й, половина 9-го века. Арабо-хазарские войны, которые начинают с собой историю Хазарии в том виде, в котором мы ее видим по писанным источникам, привели к формированию сети политических и экономических связей, которая существовала на протяжении полутора веков, до, видимо, конца 9-го века, особенно ярко, по-видимому, господство Хазарии проявилось во 2-3-е 9-го века, когда у нас в кладах эпохи викингов и в находках эпохи викингов в Восточной Европе даже попадаются хазарские монеты. Хазария чеканила свои монеты непродолжительное количество времени примерно во 2-3-е 9-го века. Ну, да, датировки между концом 30-х годов и началом 50-х годов 9-го века. Во второй половине 9-го века мы фиксируем резкий спад в экономической активности на территории Хазарии. С чем это связано, мы не знаем. Письменных источников о истории Хазарии внутренних нет. Наиболее адекватная точка зрения, которую в современной литературе поддерживают многие авторы, заключается в том, что это связано с началом движения венгров через Восточную Европу, которые представляли собой мощнейшую силу, противостоящую хазарам на протяжении всего маршрута их продвижения из Среднего по Волжье, где они фиксируются для начала 9-го века на территориях будущей прородины в Подунавии. Вот венгерский фактор, по-видимому, был базовой дестабилизирующей силой в Восточной Европе на протяжении всей второй половины 9-го века, что позволило, по-видимому, переориентировать внешние торговые связи, базовым из которых была связь эпохи, связь викингов с исламским миром, с территории, примыкающей к Подонию, которая была одной из зон хазарамадьярских противостояний, на территорию Среднего по Волжье, которая от таких опасностей была свободна. Поэтому вот можно говорить о венграх-мадьярах как о важном факторе переориентации сформировавшейся в хазарское время торговых связей в более безопасное место. То есть удивительно, на самом деле, казалось бы, когда мы говорим про эпоху викингов, скандинавы — это те люди, которые везде сумятицу вносят, и, в общем, такие знатные воины, а тут, получается, они сместились восточнее на Волгу, потому что вот в этом Донском регионе там и так без них заваруха была знатная, им поспокойнее маршрут, что называется, выбрали, правильно? Да, вообще совершенно верно. Войны — это институт, который в истории играл колоссальную роль. При этом мы должны, в общем, понимать, что война — это не только событие, это еще и определенный психологический настрой участников и особый модус существования территорий, который имеет и экономическое измерение. Архаические войны — это не только политика, это еще и экономика. Войны ведутся по разным причинам, по разным признакам, и одна из таких причин — это контроль за потоками товаров и экономических зон. Поэтому в этом смысле, конечно, движение и Хазар в Восточную Ропу, и Мадьяр в более позднее время с территории Поволжья и Преуралья в Подунавье и Центральную Ропу — все это сложные события, не единичные, как мы привыкли, что вот война длится от и до, а целые эпохи, когда перестраиваются сетки взаимодействий и восприятие современниками опасности или безопасности тех или иных экономических систем. Вот это очень важно. И Мадьяры выступили таким триггером изменения ситуации в экономической географии и сетях экономического взаимодействия. — Хорошо, давайте поговорим еще вот о важном таком факторе, как серебро. Мы все знаем, что викинги были очень охочи до серебра, и скандинавы ходили, и у нас огромные клады в Готланде, на бирке этого арабского серебра. Мне вот интересно, мы привыкли это воспринимать как, ну, для скандинавов серебро — это такой показатель богатства, такое символическое больше, скажем так, значение имеет. Но насколько там было развито денежное обращение, и насколько они потом это серебро могли использовать, например, для обмена со странами Западной Европы? Насколько это и с экономической точки зрения было важно, а не только символической? — Угу. Эпоха викингов — это последняя эпоха древности и первая эпоха средневековья в Северной Европе. Можно ее интерпретировать и как конец древности, и как начало средневековья. Такая широкая переходная эпоха. В эту широкую переходную эпоху серебро выступило как символический показатель богатства и как вполне объективный показатель экономического роста стран Северной Европы, которая создала предпосылки для перехода в новую цивилизационную систему, то есть в западноевропейский христианский мир. Для скандинавов-эпоха викингов серебро было абсолютным императивом, обладание большим количеством серебра приравнивалось к обладанию славой, могуществом и символической властью и вполне очевидно финансовым успехом. И все скандинавы буквально стремились к обладанию большим количеством драгоценностей в виде серебра, золота и товаров. Мы хорошо это знаем по исландским сагам, которые отразили для нас вот это вот остаточное отношение викингов к богатству. Кроме того, по арабским данным мы тоже знаем, что скандинавы, особенно те, которые участвовали в торговых экспедициях, так называемые купцы, просто в буквальном смысле молились своим богам для того, чтобы им послали как можно больше золота, серебра, и они могли себя чувствовать состоявшимися людьми. Вот это отношение к богатству викинское, оно очень характерно. Обладание серебром мыслилось во всех возможных формах. Для эпохи викингов типична структура экономики, которая в современной зарубежной историко-экономической науке получила название серебряной экономики, по-английски silver economy. Что это такое? Для обычного среднестатистического викинга было абсолютно неважно, в какой форме к нему это серебро поступает. В виде монет, в виде изделий, монеты целые или фрагментированные, изделия целые и фрагментированные, слитки, слитки целые и фрагментированные. То есть для эпохи викингов была характерна предельная толерантность к обращающемуся серебру. Они не отказывались ни от какого серебра, ни от какой монеты, лишь бы та была почище и более высокопробной. Выделяются несколько хронологических горизонтов, то есть периодов, когда обращавшееся в Западной Евразии серебро было разного качества. До середины X века оно было довольно высокопробным. Средняя проба монет превышала 70-750, то есть это было чистое серебро. Более чем на три четверти во всех сплавах было чистое серебро. Монеты были вообще чистые, средняя проба монет эпохи халифата была от 90 до 95% серебра. Вячеслав, прошу прощения, сейчас вынужден вас прервать и мы сейчас уйдем на новости, а потом вернемся и продолжим этот разговор. Это программа Родина слонов, мы сегодня говорим о великом Волжском торговом пути. После новостей вернемся. Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня говорим о Волжском торговом пути и у нас на связи уважаемый в нашей стране нумизмат, специалист по нумизматике Вячеслав Сергеевич Кулешов. Я вас прервал на том моменте, когда мы говорили о разных этапах эпохи викингов, которые, как выясняется, связаны с качеством серебра. Вы говорили о том, что на первоначальном этапе арабское серебро было хорошим и поэтому, собственно, они, скандинавы, устремились в арабские страны. Как развивались события дальше? Да, значит, мы остановились на середине X века, когда в исламском мире произошло снижение качества стандартов серебряной чеканки. Это было связано с падением имперской власти аббасидской династии и формированием на обломках халифата локальных исламских государствах. Было довольно много, к концу X века их было уже несколько десятков, в которых качество серебряных монет резко снизилось. Это явление получило в нумизматике название серебряного кризиса. К началу XI века чистое серебро практически нигде в исламском мире не чеканилось и даже некоторые попытки отдельных правителей в Средней Азии и в Малой Азии воспрепятствовать этому процессу все равно ничем не увенчались. Поэтому на протяжении II-X века качество серебра снижалось, что привело к двухчастному отказу от исламских монет сначала в Скандинавии, в которой требования к качеству серебра были выше, а во-вторых, в Восточной Европе, где требования к качеству серебра были чуть-чуть ниже. А с чем это связано? Почему качество серебра так влияло в Скандинавии? Это интересный вопрос, на который нет очевидного ответа, но, по-видимому, связано с тем, что к середине и II-X века сформировались две уже не идентичные друг другу зоны викинского мира. Это зона западная, где по-прежнему стандарты качества были высокие, и зона Восточной Европы, это будущее древнерусское государство, к этому моменту уже явно выкристаллизовывающиеся, где требования к качеству серебра, мы это видим по кладовым источникам, были немножко ниже. Если скандинавы не принимали серебро ниже 750-й пробы, то в Восточной Европе порог толерантности был порядка 600-й пробы. То есть на территории Восточной Европы во II-X веке, в эпоху княгини Ольги, князя Святослава и князя Владимира обращалось восточное серебро не ниже 600-й пробы. Когда этот порог качества серебра был преодолен и в исламском мире, исламская монета полностью перестала поступать в Восточную Европу, поскольку не качество серебра русов абсолютно уже не интересовало. И вот в средний этап паффи викингов, в широком смысле X век, это время постепенной переориентации викинского мира с восточной зоны контактов на западную. Таким образом, к рубежу X-XI века зоны восточных торговых связей, их значение резко снизилось. И поздний этап эпохи викингов, X-X, начало XI века, это полностью господство западноевропейских, центральноевропейских экономических связей, когда на территории Германии началась разработка и активная чеканка высококачественной серебряной монеты, которая полностью заместила потребность в серебре Северной Европы. Таким образом, XI век это зона господства центральной и западноевропейских экономических связей и насыщения североевропейского рынка динариями Западной Европы, пробы которых была высокая и монеты были качественные. Поэтому хронология эпохи викингов, который является таком, такой бэкграундом для экономической истории всей Северной и всей Восточной Европы в последней четверти первого тысячелетия нашей эры и в XI веке формируется на основании нумизматической истории Востока и Запада. То есть, качество серебра определяло во многом торговые интересы викингов и направление их торговых экспедиций. Три этапа эпохи викингов определяют эти связи и их географию. Ранний этап — это господство Хазарии и начало переориентации на Великий Волжский путь. Средний этап — это полностью безраздельно Великий Волжский путь с центральным значением Волжской Булгарии. И поздний этап XI век — это отказ викингского мира от контакта с Востоком в пользу переориентации их на Германию и насыщения экономики немецкими серебряными высококачественными монетами. А это только политическими причинами вызвано, я имею в виду, колебания, скажем так, курса серебра? Или еще и там... Ну, то есть, в Германии, грубо говоря, просто начали разрабатывать месторождения, которые раньше были неизвестны? Или тоже только еще политические факторы были? Политический фактор в истории Средневековья радко выступает как полностью независимый. И в то же время экономический фактор в истории США тоже коммерческий характер самые независимые. Они всегда выступают в комплексе. В те или иные периоды времени На тех или иных территориях политические и экономические факторы всегда находятся в сложном балансе. При этом мы можем выделять отдельные микропериоды какой-то определенной политической воли, которая влечет за собой экономику. И наоборот, особых экономических феноменов, которые влекут за собой политические решения. В современном мире это не сильно поменялось, но средневековье позволяет нам увидеть тесное переплетение политики и экономики в источниках и в археологии с особой выразительностью. В этом смысле можем говорить о том, что для политического развития Восточной Европы, интересующего нас времени X века, теснейшая связь политических решений с экономическими потребностями просто налицо. Более того, у нас есть прямое свидетельство от первого лица, сохраненное до наших дней в летописном источнике. Это фрагмент устной традиции, которая приписывается летописцами XI века князю Святославу Игоревичу, объясняющий причины его желания остаться на Дунае и основать столицу русского государства именно там. Он объяснял это своей матери Ольге, свое нежелание возвращаться в Киев тем, что Киев является захолустьем и периферией, а вот центром его земли и его могущества является Средняя Подунавия, поскольку именно туда стекаются все блага и все товары тогдашнего мира из Византии, из Центральной Европы, из Руси. Прямым текстом это можно почитать в летописи знаменитая прямая речь князя Святослава. Таким образом мы видим, что участники политического процесса, Святослав был все-таки как-никак князем, конунгом, хаканом, как угодно Руси для того времени, пытался переориентировать географию и политику с точки зрения экономики. С его точки зрения экономика это то, на чем надо строить политику и все его военные компании этому подтверждение. Поэтому для этого времени, конечно, экономика и политика находятся настолько в тесной связи, что прямая корреляция не может нас не поражать своей прямотой и очевидностью. В том числе с точки зрения участников политического процесса. Хорошо, правильно ли я понимаю, да, мы очень подробно поговорили о символическом значении серебра для викингов в эту эпоху. Правильно ли я понимаю, что, ну, условно, грубо говоря, привозя его с Арабского Востока, они не просто его хоронили, да, там в землю или просто обвешивались побрякушками, но еще и обменивали это серебро в Западной Европе. Например, на него они покупали мечи на Рейне, те самые знаменитые, франкские. Совершенно верно. Серебро для викингов было, безусловно, целью и самоцелью, но также оно было для них инструментом. Мы знаем уже для IX века очень хорошо по кладовым материалам и по археологическим, что поступающее к ним монетное серебро использовалось как материал для изготовления серебряных изделий, которые, в свою очередь, выступали платежным средством второго уровня. То есть, если платежное средство первого уровня – это монеты, то платежное средство второго уровня – это серебро в любых его формах. Уже в конце IX века мы имеем данные о начале изготовления из этого восточного серебра слитков, браслетов и шейных гривен, то есть массивных украшений, которые самой своей массой были предназначены для того, чтобы служить компактным средством хранения и обращения серебра. У нас есть целые клады, где шейные гривны и шейные и наручные браслеты выступают в большом количестве экземпляров и таким образом являются средством накопления и сохранения. Ровно то же самое говорит нам арабский автор Ибн Фадлан, когда пишет, что женщины русов, которых он видел в среднем по Волжье, носят на шеях большое количество шейных гривен, которые отливают их мужья для того, чтобы продемонстрировать экономический статус семьи. Ибн Фадлан пишет, что с каждой десяти тысяч дирхамов, которые приходят в руки к конкретному человеку, десятина, то есть десятая часть посвящается для того, чтобы из нее изготовить шейную гривну. И таким образом по количеству гривен на шеях их жен можно говорить о том, насколько богат человек. Вот можно себе представить, что женщины русов ходили, побрякивая шейными гривенами, и чем больше тяжелых гривен было на их шеях, тем богаче считалась их семья. Эти шейные гривны выступают у нас как платежное средство, и мы видим их появление в Балтийском бассейне уже в IX веке. Именно Балтийский бассейн, то есть зона Балтийского моря, была первичной зоной, через которую драгоценные в исламском мире франкские мечи поступали в Восточную Ропу и дальше в зону ислама. Естественно, оплата мечей на территории рейнских мастерских шла серебром. И это серебро было то самое серебро, которое выменивалось на рынках Хазарии и впоследствии в Волжской Булгарии на товары первостепенного спроса в исламском мире. Товарами первостепенного спроса в исламском мире были драгоценные меха, которые получались в Восточной Европе, соболь, лисица, белка, куница. Мы знаем списки этих мехов у арабских авторов. И самым ценным металлом с точки зрения современной экономической теории, приносящим максимальную прибыль, максимальную маржу, были рабы. О широком распространении работорговли и рабовладения в скандинавском мире, именно торгового рабовладения. Мы знаем у арабских авторов X, X, X века. И таким образом мы можем выстраивать цепочку взаимосвязей типов товаров, которые участвовали в обмене на серебро. Таким образом, что первичное накопление серебра, первичный обмен серебра происходил за счет товаров именно восточно-европейского происхождения. Славянские рабы, не только славянские, но славянские рабы в арабских источниках участвуют как такая вот именно первая категория. Так и сказано, что рабы именно из народов Ас-Сакалиба, то есть славяне. Меха и все то, чем восточная европа была славна впоследствии. Воск, мед, все эти товары у нас тоже присутствуют в письменных памятниках. Серебро, которое получалось в обмен на эти группы товаров, шло во внутренние обращения, во внутренний рынок скандинавского мира. И уже мечи выменивалось за серебро, чтобы в свою очередь вернуться в торговый обмен в качестве товара-экспорта в исламский мир. Это мы хорошо знаем уже для 9 века, поскольку в одном из важных источников, трактате книга о мечах, такого известного автора, философа и испытателя Аль-Кинди, целая страница посвящена значению так называемых русских мечей или франкских мечей по-арабски, Суюф-Фаранджия, которые в самом халифате тянулись очень высоко, и арабские купцы готовы были выкладывать за эти самые мечи, производившиеся на Нижнем Рейне, золотом и серебром. То есть, получается, скандинавы, русы шли из Скандинавии, купив на Рейне, предположим, мечи какие-нибудь, они шли через Волхов туда, через Волжский Ильмень, и там попадали в Волгу. По дороге собирали еще плюс дополнительно к этому товар в виде мехов, рабов, там, бобровой струи и всякого такого, и приходили уже в Среднюю Волгу, и там это продавали арабским купцам, которые встречали их там на Средней Волге. Вот как был организован этот процесс? Были ли еще, например, какие-нибудь товары, которые из Западной Европы, кроме мечей, везли туда, в арабский халифат? Для раннего периода мечи были базовым товаром западного происхождения, но по тем памятникам арабской литературы, в которых описываются реалии викингской торговли, мы знаем, что мечи были, безусловно, очень значимым товаром, но восточноевропейские товары были важнее, поскольку восточная Европа представляла собой неограниченный сырьевой рынок. И эта ситуация сохранялась и позднее, вплоть до начала XI века. Что касается организации торговли, существовало две базовых стратегии. Одна стратегия представляла собой, условно говоря, стратегию одноакторную. То есть скандинавы, русы арабских авторов и будущая элита древнерусского государства осуществляли весь торговый цикл самолично, от начала и до конца. Это стратегия, характерная для раннего этапа. На позднем этапе в X-XI веке она, безусловно, тоже должна была продолжаться. Мы знаем из источника середины IX века, что русы, скандинавы самолично доходили до Багдада, чтобы участвовать в торговле на багдадских рынках. И автор этого сообщения, Ибун Хурдадбих, пишет, что переводчиками им между арабским и их языком были славянские евнухи, которых в Багдаде в то время было великое множество. Евнухи-рабы. С этого момента мы можем фиксировать, что языком торговли на восточном пути, на пути из Скандинавии в исламский мир, был, видимо, какой-то славянский язык, поскольку русы владели им как торговым инструментом. Вторая стратегия – это так называемая эстафетная торговля. Что такое эстафетная торговля? Эстафетная торговля – это разделение всей схемы, всей системы торговых коммуникаций на отрезки, на каждом из которых господствует какой-то один базовый контрагент, какое-то одно базовое общество. Эстафетная торговля в истории человечества распространена очень широко. И Великий Волжский путь X века представляет собой образец эстафетной торговли, в которой участвовало два базовых контрагента. С одной стороны, это были купцы русы, купцы скандинавы, которым было на откуп вся Восточная Европа и все речные пути. На речных путях лесной зоны они не имели никаких ни конкурентов, ни соперников. И вторым контрагентом были купцы среднеазиатские и, видимо, булгарские. Среднеазиатские на более раннем этапе, конец IX – начало X века. Это купцы булгарские ближе к концу X-XI веку, которые осуществляли торговые перемещения по сухопутным маршрутам между Средней Азией и Средним Поволжьем. И вот караванный маршрут – это была зона господства и зона ответственности среднеазиатских купцов. Харизмейских, бухарских и, видимо, пайкенских. То есть торговые города Средней Азии – эпохи господства династии Саммонидов. Надо сказать, что именно эти купцы отвечали за доставку серебряных монет, которые чеканились в Средней Азии династии Саммонидов в Восточную Европу. И далее. X век – это время безраздельного господства монет среднеазиатской чеканки, которые чеканились государством Саммонидов. Это государство было известно в самой арабской традиции как государство эмиров-купцов. Сами они участвовали в международной торговле как покровители всех купеческих корпораций среднеазиатских городов. И экономический рост этого государства был особенно бурным в конце IX-начале X века. Исследователи-нумизматы, изучившие характер чеканки, пришли к выводу, что их чеканка носила на 90% экспортный характер. То есть внешние потребности, потребности внешнеэкономических связей диктовали им большие объемы монетной чеканки, приносившие им баснословные даже по нынешним временам прибыли и высокую маржу. Поэтому эстафетная торговля это было очень выгодное предприятие, которое и сформировало нормы взаимоотношений на Волжском пути. Значит, Волжский путь это система именно эстафетная, ее эффективность связана именно с эстафетным характером. То есть русам не нужно было совершать пересадку на караваны верблюдов в Булгарии и ехать самостоятельно в Хорезм и Бухару. Это делали местные харизмические бухарские ребята. Русы высаживались на берегу Волги, в том местечке, где впоследствии возник город Булгар, существовавший на протяжении средневековья. Более того, арабский автор Ахмад Ибн Фадлан, который в 922 году лично посетил это место, утверждает, что видел там русское святилище и русские деревянные постройки. То есть существовал какой-то даже городок типа викинских эмпориев в северной и восточной Европе. Так вот, видимо, викинский городок существовал именно в среднем положении, в Волжской Булгарии, и который был крайней точкой викинского оседлого присутствия на подступах к исламскому миру. Вы уже упомянули, что у нас осталось там меньше 4 минут до конца эфира, о том, что, собственно, порча серебряной монеты послужила одним из поводов для прекращения. Что еще послужило причиной для исчезновения этого Волжского торгового пути? Значит, Великий Волжский торговый путь прекращает свое классическое существование на рубеже X-XI веков. И одной из причин, помимо снижения качества серебра, была переориентация древнерусского уже сложившегося государства на все возможные рынки Византии и Западной Европы. Кроме того, наступившая в конце 80-х годов христианизация русской элиты привела к тому, что базовым направлением внешнеполитических и торговых интересов для русского государства стала Византия. Для конца X-XI века мы видим ясное естественное формирование новых сетей торговых коммуникаций, которое в дальнейшем стало известно как путь из варяг в греки. Именно Византия стала во второй половине X и особенно в XI веке самым главным центром притяжения внимания русского государства в политическом, экономическом и культурном отношении. Мы это видим по всем группам дошедших до наших источников. Таким образом, в конце X века был совершен цивилизационный передвижка, цивилизационный шифт между Востоком и Византией. Поэтому прекращение того функционирования Волжского пути, которое сформировало русскую экономику в X веке, произошло за счет переориентации на Византию, а в XI веке к ней добавилась и Западная Европа. Вот эта глобальная переориентация эпохи викингов с Востока на Запад в Восточной Европе началась, по-видимому, раньше всех с принятием христианства и таким образом привела к изменению конфигурации. Но при этом на этом торговом пути сформировалась Волжская Булгария, которая и продолжала дальше, насколько я понимаю, общаться с арабским миром. Совершенно верно. В XI веке Волжская Булгария в значительной степени выпала из зоны викингских коммуникаций, то есть западных коммуникаций, и осталась только зоной контактов между Средней Азией, тогда принадлежавшим государству Краханидов, и позднее входившим во все последующие исламские объединения на этой территории, вплоть до монгольского времени. Экономический рост Волжской Булгарии уже в XI веке осуществлялся как за счет интенсивных контактов со Средней Азией, так и за счет сохраняющихся контактов с Древней Русью. Мы можем сказать, что в самой Волжской Булгарии в XI веке наступил особый этап развития, который поставил ее вполне в равноценное положение с древнерусским государством, уже к XI веку полностью сформировавшимся и выглядящим в цивилизационном плане, как такая очень важная и вполне независимая структура. То есть формирование независимых государств – это процесс, который привел к разделению архаических связей эпохи Великого Волжского пути на разные цивилизационные векторы. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Вячеслав Кулешов. Мы говорили о функционировании Великого торгового Волжского пути. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»